ну что ж давайте тогда начинать и сегодня у нас будет такая небольшая виртуальная презентация камеры x-t4 fujifilm камера уже давно уже опробована и давно уже представлена тем не менее я скажу пару слов по поводу этого фотоаппарата потому что мне кажется это интересный фотоаппарат который заслуживает еще дополнительного обсуждения ну плюс мы можем с вами поговорить вообще о камерах fujifilm вот и можем поговорить про то что они себя представляют как они работают какие есть у них особенности у этих фотоаппаратов и так далее и там подобное то есть вот такие вот вещи которые мы сегодня с вами будем обсуждать ну и в начале я несколько слов хотел бы сказать вообще про в систему fujifilm потому что там есть особенности есть люди которые приходят на нашего так как раз стримы может быть и не знакомы с этой техникой вот и они приходят и узнают какие-то особенности про которые стоит на мой взгляд знать поэтому сейчас целом расскажу потому что для многих людей которые например снимают на другие фотоаппараты может показаться несколько необычным эргономика может показаться несколько непривычным настройки и вот я про это немножко сейчас расскажу поговорю чем он отличается на самом деле все довольно понятно на самом деле ничего сложного нет и как говорится этот эргономика это как все все хорошо все все новое хорошо забытые старые вот все эти крутилки и барабашки которые у права управляют они все были давным-давно на старых фотоаппаратах поэтому вернулись к нам на новом цифровом уже в новом цифровом виде таком и даже гораздо более удобным вот но те кто помнит те знаете не помнить я сейчас напомню так сначала все равно небольшое вступление перед тем как мы будем разбирать фотоаппараты смотреть что там есть особенности я бы хотел бы сказать что задача у нас на этом стриме небольшом это познакомиться с системой fujifilm то есть вообще про разные фотоаппараты поговорить на и в том числе на примере xt4 посмотреть как флагманская камера которая дает нам самые на максимальные возможности что может нам час показать в 35 миллиметровом формате эта компания потом дальше я хотел бы обязательно сказать что все высказывания которые я буду сейчас делать и говорите они строятся на основе моего личного опыта то есть я пробовал самые разные камеры пробовал самые разные фотоаппараты и пробовал в том числе и другие бренды а снимать на другие бренды камеры и поэтому я могу сравнивать и у меня есть такая возможность никто меня за руки не держит и поэтому я могу рассказать сравнение да если вам захочется спросить а если сравнить а это с тем а это с тем это попробую вам это честно рассказать еще один момент который я хотел бы сказать что я не сотрудник fujifilm потому что иногда многие люди считают что я могу что-то передать могу что-то рассказать могу что-то там донести до руководства fujifilm там помните англичане оружие кирпичом не чистят вот эти все на моменты может быть кажется что я могу донести конечно я могу передать тем более что сотрудники fujifilm здесь есть в чате вы можете писать и если вы будете какие-то писать вопросы то я думаю что они прислушиваются и смогут как-то ответить искандер привет по крайней мере я видел его что здесь есть да и поэтому я думаю что он здесь присутствует ему можете задавать вопрос напрямую как сотруднику fujifilm всех я разоблачил сразу а я не сотрудник вы можете мне задавать вопросы но до руководства какие-то темы довести я вряд ли смогу а еще нужно помнить что я не конструктор этой камеры и могут быть какие-то моменты вот по крайней мере там уже пошел какой-то вопрос первый новый человек спрашивает что у него там начинает скакать и со например на константин пишет да что при нажатии там на кнопку спуска поднимается и со опускается и со и получаются какие-то непонятные ситуации и к сожалению я как не конструктор вот я прочитал ваш вопрос константин я не знаю вот я не знаю что сказать на этот вопрос и что настройках надо выставить и в чем проблема честно говоря вот не знаю да поскольку я не конструктор и с такими вещами не сталкивался да поэтому помочь ям к сожалению константин не могу но может быть сейчас появился в блоке в разделе вопрос а вот этот вопрос от константина может быть есть какие-то люди которые знают эту тему может быть мы сейчас коллективным разумом победим эту проблему которая есть у константина вполне возможно что мы сможем как-то ему помочь в этом вопросе вот и это я специально пункт такой включил чтобы вы просто знали что к сожалению не все я могу вам рассказать и не все могу показать я могу вам сравнить камера рассказать про особенности рассказать про какие-то на моменты которые мне кажется интересным это я могу и сделаю а вот там вот технические какие-то подробности почему у нее не работает на к сожалению не все я могу ну и задавайте вопросы на все что знаю я постараюсь ответить и то что я не знаю я могу там адресовать к сотрудникам может быть да кто-то там сможет какие-то ответы получить вот ну или коллективный разум может быть нам что-то тоже сможет помочь вот так это вступительная часть и что еще что-то еще в принципе может что-то осталось за кадром но я думаю не страшно мы по мере нашего занятия сможем это все спокойно обсудить итак на вначале как я хотел сказать такая штука которые сотрудники фуджи фильм называют днк то есть это особенности вообще всех камер которые есть фуджи фильм до чтобы сразу было понятно с чем мы имеем дело и почему это выглядит так и почему выглядит не иначе так давайте разберем некоторые моменты на первый момент те люди которые сталкиваются этими камерами в первый раз они удивляются как устроено управление то есть а как мне поставить такой режим а как мне поставить и кредит кстати довольно забавно у меня недавно тоже было занятие человек спрашивает там как а как мне включить режим п я спрашиваю как у него фотоаппарат номер гатору фуджи фильм x4 как раз камера готов я не знаю как включить на режим п вот и я ему объясняю как это делать он говорит не никогда бы не догадался но это человек владеет этим фотоаппаратом ну и на для него это тоже в какой-то степени И, видимо, загадка, потому что человек не прочитал инструкцию, не посмотрел, как это все работает. Ну вот я вам сейчас это расскажу, чтобы было понятно, как все это работает. Для тех людей, которые первый раз сталкиваются с этой системой, будет более-менее понятно. Итак, у нас есть несколько основных таких крутилок, которые у нас здесь есть, да, вот такие барабашки, которые наверху, или барабанчики, я не знаю, как их называть, крутилки, да, вот, и я называю их барабанчиками и крутилками, которые у нас переключают основные настройки фотоаппарата. Есть барабанчик, который выбирает выдержки, то есть при помощи него мы можем устанавливать выдержку. Есть барабанчик, который устанавливает ISO, у нас здесь слева. Есть кольцо диафрагмы, которое у нас расположено непосредственно на объективе, то есть мы крутим на объективе кольцо диафрагмы, да, и управляем открытием-закрытием диафрагмы. Этим барабанчиком мы управляем выдержкой, этим барабанчиком мы управляем ISO. То есть все три основных параметра, которые у нас есть для настройки фотоаппарата, диафрагма, выдержка ISO, они все у нас находятся под рукой, это не механические переключатели, как многие думают, то есть на старых фотоаппаратах когда-то давным-давно это была механика, была прямая связь вот этого кольца диафрагмы с диафрагмой, здесь нет прямой связи с этим механизмом, здесь есть электронный контроллер, и когда я кручу это кольцо, это на самом деле все равно команда фотоаппарату включить те или иные настройки. Но это сделано так же, как было раньше на механических фотоаппаратах, и, соответственно, позволяет мне настраивать диафрагму, выдержку ISO раздельно и очень наглядно, то есть мне даже не нужно включать камеру, чтобы увидеть какие-то настройки. Это вот основные барабанчики, плюс еще есть диск, который здесь сбоку, совсем справа у края расположен, это диск коррекции экспозиции, поправки экспозиции. Ну, сейчас, кстати, это стало очень часто встречаться, вот такие отдельные диски, которые действительно очень наглядно, очень удобно, и поправка экспозиции делается прям вот не глядя, то есть я могу, несмотря на фотоаппарат, крутить просто этот диск и менять поправку экспозиции. Но, конечно, лучше потом посмотреть, что же я накрутил, в какую сторону, да, потому что у меня может так получиться, что я накрутил не туда, куда нужно. Вот, и у каждого из этих дисков, включая кольцо диафрагмы, есть положение с буковкой А. Вот, у кольца диафрагма крайнее положение, это буковкой А она обозначена, у нас будет означать то, что сейчас диафрагма стоит в автоматическом режиме. То же самое есть у кольца выдержек, то же самое есть у барабанчика ISO. Что? Если все три параметра у нас стоят в положении А, это как раз и будет режим программ, да, тот, который не мог товарищ включить, да, потому что не догадывался, что это так может быть. Вот, это режим программ, вот, и если мы теперь будем включать камеру, то мы увидим, да, что у нас на экранчике здесь загорелась буква П. Эта буква П означает то, что сейчас камера находится в режиме программ, и этот режим программ может быть довольно как-то заметно кастомизирован, настроен, то есть, например, я могу в этом режиме программ, как и на любых других фотоаппаратах, менять ISO, да. По-прежнему это будет программ, по-прежнему камера будет заведовать в автоматическом режиме, сама будет заведовать выдержкой, сама будет заведовать диафрагмой, вот, ну, ISO я могу сам устанавливать, если вдруг у меня такое желание появится. Ну, и, конечно, поправка экспозиции тоже тут будет работать, в этом режиме программ все работает. Если я на кольце диафрагмы поставлю какое-то значение диафрагмы, ну, вот сейчас 2.0, например, поставил, да, а эти диски, которые наверху у меня будут находиться в положении А, то это будет означать то, что у меня находится камера в режиме приоритета диафрагмы. То есть диафрагму установил я, а выдержкой предложил камере самой управлять, да, и установить ее такую, какую нужно, исходя из сюжета, да, и плюс еще даже ISO я ей сказал, сама выбирая ISO, сама выбирая выдержку, и вперед, и с песнями. Довольно удобно то, что вы можете, зайдя в настройки авто-ISO, есть такой параметр настройки авто-ISO, вы можете там подправить, установить вам нужный порог срабатывания перехода вот этого ISO на новый уровень. То есть вы можете установить, там сейчас стоит в автомате, а вы можете поставить нужное вам значение, например, одну сотую секунды, и это будет означать то, что камера при включенном авто-ISO не будет делать выдержки длиннее, чем одна сотая секунды. Как только камера поймет, что выдержка вот при таком освещении, которым здесь есть, да, должна быть длиннее, чем одна сотая секунды, она просто поднимет на какую-то величину значение ISO, уйдет на более высокие параметры ISO, и это приведет к тому, что у нас все время выдержка будет удерживаться в заданном мне уровне. Где это включается, как это включается, мы сделали большой такой класс, огромный такой, на 5 часов почти, да, по-моему, где все настройки фотоаппарата Fujifilm есть, подробно они там расписаны, показаны, есть у нас на Live Classes, есть такой класс про настройки Fujifilm, именно как конкретно на модели X-T4. Там это все рассказано, и там все показано, вот, и там это все, если вам не хочется ковыряться в инструкции, а хочется по простым человеческим языком посмотреть на все эти настройки, но там все это рассказано, и повторяться, я думаю, что смысла нет, ну, кратко вы теперь понимаете, да, в чем делать. Вот, это то, что касается режима приоритета диафрагмы. Если я хочу работать в режиме приоритета выдержки, то я диск диафрагмы поставлю в положение А, в крайнее положение, а выдержку буду выбирать сам, ту, которая мне больше понравится, ту, которая мне больше подходит. Причем многие люди говорят, ну, смотрите, а я вот переключаю, у меня одна 250-я, одна 125-я, а где промежуточные значения? Я привык к тому, что выдержку можно настраивать гораздо более комфортно с какими-то промежуточными значениями, а здесь на диске у меня либо так, либо так, либо тру, либо ну. Но все на самом деле не очень сложно, потому что у вас есть еще дополнительные крутилки вот здесь, например, под большим пальцем и под указательным пальцем. И вот выдержкой управляет еще крутилка, которая находится под большим пальцем, и она позволяет вам в пределах вот этих вот вилки, которые у нас выставлены здесь, позволяет менять еще выдержку. То есть вот у меня одна 250-я, одна 200-я, одна 160-я, вот это в одну сторону, и в другую сторону там, вот, соответственно, 250-я, 320-я, одна 400-я. То есть все эти параметры, они тоже доступны, только вот небольшой крутилочке, которая здесь есть, вы можете получить нужный вам результат. Это вот то, что касается таких настроек, которые, на первый взгляд, могут быть не очень очевидны, и человек говорит, ну как же так, должно же быть, а вот нет, а почему нет. Все есть, просто нужно немножко более внимательно изучать настройки и смотреть, как это все работает в конкретном фотоаппарате. Дальше. Если я захочу, например, все параметры, которые у меня есть, поставить в том режиме, который мне больше нравится. То есть я поставил выдержку, я поставил диафрагму, и даже я поставил ISO в ту величину, которая мне больше нравится, то камера будет работать у меня в мануальном режиме, в режиме M, да, и все параметры заданы мной, и все будет получаться так, как я захочу, и так, как я настрою. Ну вот примерно так это работают, основные настройки. Для многих людей это поначалу кажется непонятным, потом кажется, может быть, неудобным, потом кажется немножко, может быть, странным, но через некоторое время довольно быстро привыкаешь и понимаешь, что это очень удобно, что это комфортно, и поэтому то, что Fuji придерживается такой эргономики, мне кажется, очень здорово. Есть, правда, моменты, которые вызывают вопросы, но это уже, скажем так, я не знаю, кому надо адресовать, то есть можно представителю компании, например, какие-то вопросы адресовать. Тем не менее, что мы видим, что на самом деле компания Fujifilm довольно прислушивается хорошо к отзывам, к откликам и каким-то рекомендациям пользователей, и довольно часто вносит изменения в конструкцию своих камер с учетом просьб людей. Вот к чему я хотел сказать, да, почему я это говорю, да, вот и к чему веду. Под этими дисками, под основными, есть еще один диск переключателей, слева под диском ISO находится у нас барабанчик, который позволяет выбирать нам режимы съемки. То есть здесь у нас есть прямо режимы съемки, мы можем снимать там панораму, мы можем снимать разные какие-то фильтры, которые нам, ну, в общем, по большому счету, в таком фотоаппарате не нужны, но тем не менее такая функция здесь есть, всякие разные там поп-колоры или, например, фильтр, который будет оставлять вам в черно-белой фотографии только один цвет, да, то есть вот все черно-белое, а вот красное остается, например, да, платье, вот сейчас Настя нам помогает, модель, она в красном платье, и мы можем сделать такой снимок, да, что вот все будет черно-белое, кроме Настиного платья, да, и губной помады. Вот, и дальше идут там всякие разные переключатели, брейкетинг, скоростная серийная съемка, настраиваемая серийная съемка, то есть когда вы хотите какой-то нужный параметр, потом у нас идет одиночный кадр, а потом крайнее положение у нас идет HDR. Вот, честно говоря, вот это я не понял, почему не сделать крайним положением, вот, чтобы можно, не глядя сослипу, просто до конца докрутить, например, этот рычажок, и быть уверенным, что она находится у меня в одиночном кадре, я не знаю, почему так сделан этот вопрос к японским товарищам, зачем они так сделали, что нужно на один шажочек вернуться назад, полагаю, что это связано с просто красивым положением вот этой маленькой пипочки, которая теперь смотрит ровно вперед, полагаю, что связано с этим, не думаю, что это будет как-то неудобно, но вопросы у меня это вызывает. Второй переключатель, который справа на XT3, он заведовал раньше экспозицией, переключением режимов экспозомера, то здесь он заведует сейчас переключателем очень удобно между фото и видео, то есть вот прям под барабанчиком выдержек есть переключатели, вот я теперь в режиме видео, а это в режиме фото, да, это очень важно, потому что камера XT4, она, по сути, такая модель, которая находится ровно посередине между фото и видео, то есть в последнее время Fujifilm очень активно развивает направление работы с видео, вот, и видео становится все более-более актуально, и Fujifilm идет как раз в этом плане очень хорошо, в ногу со временем, потому что появляются новые возможности, появляются новые функции, камера может очень снимать с хорошим битрейтом, до 400 мегабит в секунду может она записывать на внешний рекордер, до 200 на внутренние флешки, то есть 4К, в принципе, вполне тянет очень круто, да, и плюс надо помнить, что это все еще с фирменными цветными вот этими имитациями, которые есть у Fuji, имитации пленок, которые, да, есть для хорошей, разработанные специально для видео Eterno, которые позволяют вам динамический диапазон запихивать в ваш съемочный материал, да, это очень хороший такой для постпроцессинга, для постобработки вариант пленки, имитации пленки, вот, и плюс другие тоже остаются, пленочные имитации, это очень здорово, то есть вы можете снимать прям сразу как на пленку, ну почти похоже, да, как на пленку, и получать довольно интересную картинку, которую на других камерах вот нужно будет еще шаманскими бубнами там постучать, или там садиться за постпроцессинг, чтобы получить какой-то результат, поэтому, конечно, то, что появился вот этот переключатель, который позволяет мне камеру перевести из одного режима в другой довольно быстро, это очень здорово, то есть для тех людей, кто снимает и фото, и видео, это будет очень удобно, и действительно, в принципе, направление движения правильно, вот, а вот пишут, что как раз, да, что 400 бит может и внутрь писать, да, а вот 4.2.2 не может, да, 4, там, что там, другая компрессия будет, да, вот, 4.2.0 умеет, да, спасибо, Кирилл, да, за подсказку, вот, есть люди, которые в видео разбираются намного лучше, чем я, и поэтому они дают правильные подсказки, то есть очень высокий битрейт может и внутрь, да, на внутреннюю, на флешку писать. Поддерживаются два слота ультра-хай-спид, два, которые высокоскоростные, два слота, и поэтому вы можете, в принципе, да, очень даже быстро все это записывать и очень без затыков это все сохранять на своей флешке, это очень здорово тоже как раз такой момент, потому что почему-то я вижу, иногда бывает, производители экономят, один слот поддерживает ультра-хай-спид, а второй не поддерживает, почему, зачем так сделать, непонятно, здесь оба поддерживают. Вот, 4.2.2 может писать на внешний рекордер, да. Ну, то есть вот этот момент, который взят в сторону видео, такое мощное направление, это очень здорово, потому что здесь очень много есть и запись логов, и хорошая там возможность компрессии, высокий битрейт, там, 4К со всеми пирогами, да, и так далее, там, подобное, это все очень здорово, которые, вот это здорово делает камеру очень приятной для тех, кто снимает видео. Товарищ, видимо, я, спрашивает Роман, возможно, я, честно говоря, не помню, кто-то спрашивал, да, и человек пишет, что, да, вот, как раз не понял, в чем режим программ отличается от автомата. Полностью автомат, как правило, не позволяет ничего делать вам, то есть если вот посмотреть на младшие модели Fujifilm, например, там, на X-T30, там есть, по-моему, такой маленький переключатель, который переводит камеру полностью в автомат, и там она становится прям реально как мыльница, ты только нажимай на кнопку, и ничего делать больше не надо, все остальное делает камера сама, вот, и тут как раз такого нет, то есть вы все-таки, подразумяется, что какой-то продвинутый пользователь, который можете, знаете, чего хотите, и можете настраивать ее более самостоятельно, и поэтому, когда вы переводите все в А, это у вас будет режим программ, да, который позволяет вам вмешиваться в настройки. Ну вот, на младших моделях по-прежнему остался диск переключения режимов, например, у Fujifilm A-серия, да, там, довольно, кстати, интересные камеры, на мой взгляд, потому что они относительно получились компактные, относительно простые, при этом поддерживают весь огромный парк оптики, который есть у Fujifilm, вот, позволяет вам войти в этот мир хороших объективов, в том числе даже, там, 50 мм 1.0, единственный на сегодня, насколько я знаю, это автофокусный такой объектив, у которого большая светосила, вот, потому что, если мне память не изменяет, других таких объективов с автофокусом нет, есть более даже, может быть, светосильные, у Leica там 0.95, у Nikon грозился он все там 0.95 выпустить объектив, есть у китайцев очень много объективов со светосилой 0.95, но они все не автофокусны, и в этом есть прелесть, то, что у Fujifilm высокосветосильный объектив, да, еще и при этом автофокусный, который, ну, продается сейчас и можно купить. Вот, соответственно, да, бывает такой диск переключения режимов, но он встречается на младших моделях, а в основном на старших моделях, на флагманах, да, вот такое раздельное управление, которое позволяет вам контролировать процесс более тщательно, более внимательно. Из особенностей у объектива Fujifilm есть два вида кольца, вот этого диафрагмана, управления диафрагмой, и есть кольцо, которое на объективах с постоянной светосилой, да, вы можете его менять прямо от упора до упора, крутить в одну сторону и в другую сторону. Это если говорить про, скажем так, хорошие объективы, которые нацелены на профессиональный сегмент, у них, соответственно, вот изменение идет, вот как здесь у Fix, например, да, у него, понятно, да, вот крайнее положение 2,0, другое положение автомат, да, вот, и если на дно щелчок назад, то будет 16 диафрагмой. Вот, это довольно удобно, то есть можно не глядя крутить и не глядя поворачивать до крайних положений, и ты понимаешь, да, что вот здесь будет автомат, не глядя на автоаппарат круче, а здесь у нас будет 2,0. Это одно кольцо, которое есть на объективах, а есть второе кольцо, которое вот на объективах, у которых нет постоянной этой светосилы, где на одном конце у него одна светосила, на другом конце другая светосила. Есть такие объективы у линейки Fujifilm, вот, и там кольцо крутится бесконечно, то есть оно крутится без остановки, да, до бесконечности. Это такой контроллер, который позволяет вам управлять диафрагмой, и там есть небольшой маленький переключатель, незаметный, малобросающийся в глаза, который как раз переключает камеру из положения, когда кольцо диафрагмы управляет диафрагмой, и в другое положение, которое, соответственно, камера управляется автоматически. Ну, чтобы было понятно, да, что вот как это выглядит. Вот я уже говорил, да, про барабанчики, которые наверху расположены под основными крутилками, да, вот здесь у нас один барабанчик управления, получается, режимами съемки, а другой у нас управляет там фото и видео. Из особенностей тоже, которые есть у Fuji, это вот маленький такой хитренький и неприметный переключатель, который управляет на передней панели, да, который управляет у нас режимами автофокуса и фокуса вообще, да, ручной фокус будет у вас, непрерывный фокус, continuous, да, и по кадру фокус, это сингл. Фрейм, да, у нас будет, соответственно, тоже переключатель, он такой не очень заметный, но к нему тоже довольно быстро привыкаешь, и тоже можно пользоваться им на автомате, не глядя по щелчкам, понимать, в каком положении находится у вас этот переключатель. На задней панели у нас тоже все довольно понятно для тех, кто уже пользуется давно камерами Fujifilm. Все вполне понятно, есть кнопочка быстрого доступа к основным настройкам, меню Q, которая, кстати, еще к тому же и настраивается, то есть вы можете его настраивать, это меню Q, и как это делается, еще раз повторюсь, у нас есть большой класс, записанный как раз на тему настроек, и там все это подробно рассказывается, и показывается, как эти параметры можно настраивать, и как можно с ними работать, и как быстро это все можно переключать. Но, в принципе, все на самом деле довольно понятно в меню, да, если кто-то обладает пытливым умом, то может и сам дойти до этих моментов, но если не хочет и хочет послушать мои объяснения, то вот уже есть даже там скидка у нас, 990 рублей с промокодом Fujifilm. Этот класс у нас пока по скидке распродается дешево. Из того, что еще, опять же, есть, ну, джойстик, я думаю, это понятно, который перемещает все-все-все ясно, да, это все довольно стандартно и довольно логично. Поворотный стал экран с тачскрином, вот это, в принципе, довольно удобно. Есть, правда, одна вещь, на которую тоже стоит обратить внимание, сбоку от электронного видоискателя находится такая маленькая, малозаметная, коварная, коварная кнопочка. Эта коварная кнопочка управляет нас режимами работы электронного видоискателя и заднего экрана. Вот как они будут работать. И вот если вы будете наживать на эту маленькую ViewMode коварную кнопочку, вы будете переключаться в цикле между основными режимами работы. То есть у вас будет, например, там по умолчанию работать датчик фокусирования. Как только подносите, там, не знаю, глаз или руку, у вас камера сразу переключается на внутренний электронный видоискатель. То есть вот сейчас она работает с экранчиком, а когда поднес ее, она вот считает, что я смотрю глазом. Это не всегда удобно, потому что я могу хотеть начать нажимать на какие-то кнопочки, а у меня, хоп, и экранчик погас. Вот чтобы не страдать с этим, вы можете переключить, например, в режим только задний экран, или только видоискатель, или будет видоискатель плюс датчик. Когда вы подносите, он включается, когда убираете, он выключается. А в цикле вы можете это несколько режимов переключать. Опять же, с точки зрения пользователя, я скажу, мне бы было бы удобнее, если бы там было просто включение и выключение этого датчика. То есть вот мне бы было бы вот так гораздо удобнее, то есть если бы была отдельная кнопка, которую я нажал, включил датчик, нажал, выключил датчик. Но компания Fujifilm считает по-другому, и поэтому на эту кнопочку коварно возложила много разных функций. Вот, но на нее нужно обращать внимание, потому что иногда это людей раздражает, когда они хотят пальцем тыкать в экран и что-то там настраивать, а камера в этот момент выключается. Это вот было как раз вот по основным каким-то моментам, которые отличают вообще все камеры Fujifilm от других фотоаппаратов. Если что-то непонятно, задавайте вопрос, я постараюсь ответить. Вот, а пока мы еще скажем по пару моментов про камеру уже про какие-то особенности и про какие-то нюансы. Да, мы знаем, что здесь стоит кропнутый сенсор, то есть у него кроп-фактор полтора, это который зеленым здесь обозначен. Он меньше, чем в фулл-фрейм, но многие люди, довольно прям предвосхищая вопрос, а почему Fujifilm не делает фулл-фрейм? А почему, а когда же Fujifilm выпустит фулл-фрейм? Это вопрос, который задают регулярно, постоянно. Я сразу предвосхищаю, хочу сказать, что, на мой взгляд, нет необходимости делать фулл-фрейм, потому что Fujifilm выпускает камеры, ну, она не называет их среднеформатными, она теперь называет крупноформатными, это вот как раз то, что серо, с большой матрицей, и там довольно успешно выпускает фотоаппараты GFX-система, которая уже завоевала доверие многих профессиональных фотографов, потому что она, ну, реально, на мой взгляд, очень крутая, при размерах фотоаппарата меньше даже, чем пятак от Canon, камера Fujifilm, вот эта среднеформатная, да, позволяет, там, получить стабилизацию матрицы, снимать пять кадров в секунду, имеет гибридный автофокус, прямо на матрице фазовые датчики фокусировки, в общем, короче, все очень круто, все примерно так же, как и здесь, только со средним форматом, вот, и это очень здорово, и поэтому, на мой взгляд, вот вообще, если говорить про тенденции развития, полный кадр вообще становится не очень актуальным, вообще, то есть, ну, от других фотоаппаратов, от других систем, это для многих людей прям как красная тряпка, на БК действует, они такие, как, не может быть, наш фулл-фрейм, он лучше всех, ну, давайте посмотрим, есть несколько параметров, по которым мы можем оценивать камеры, ну, детализацию, которую дает нам камера, естественно, мы можем сравнивать, да, сколько у нас там будет детали передаваться, и тут, конечно, мы знаем, что большая матрица дает нам больше возможности, там, детализации, да, возможности работать с большими объективами и так далее, там, подобное. Динамический диапазон, опять же, тоже у нас возникает такое ощущение, да, и мы знаем, то, что из закона физики, там, больше матрицы, больше размеров, там, у них фотодиодов, соответственно, лучше соотношение сигнал-шум, соответственно, у нас больше динамический диапазон, ТРПР-8D. Да, теоретически, скорострельность, вот тут как раз физика и какие-то базовые знания физики, нам говорят, что чем меньше будет матрица, тем быстрее с нее можно считывать сигнал, и тут вот, конечно, уже даже физика говорит против больших матриц, да, и большие матрицы будут оказываться хуже, чисто даже вот с точки зрения физики, мы знаем, что если вы хотите, чтобы что-то работало быстрее, процессор, например, работало быстрее, его нужно делать миниатюрнее. Очень простая такая логика, да, и поэтому скорострельность стоит на стороне все-таки кропнутых матриц, ну и давайте посмотрим отдельно эти пункты. Итак, детализация, да, вот. Вот берем Z6 Nikon, хороший, очень хороший фотоаппарат, и смотрим, да, ну вот у того же самого X-T4 26 мегапикселей, у Nikon 24,5 мегапикселей. Можно сравнить с другими, можно сравнить с топовыми фотоаппаратами, да, вот можно взять топовую камеру у Canon и увидеть, да, что там, в общем-то, не горит что-то какими-то большими мегапикселями, и, да, мы видим, что разница, кстати, в размерах очень заметная, да, вот в мегапиксельности разницы в большом фулл-фрейме нет, в выдержке такого. И тут люди говорят, ну как же, ну я же зато вижу, где на что снимали, я же увижу, то есть это маленькая матрица, а там большая матрица, но пускай у нее чуть поменьше мегапикселей, но зато это полный кадр. Мы берем сравнение и начинаем сравнивать, если захотите, мы сейчас чуть попозже можем посравнивать и прям зайти на депревью и посравнить картинки прям в упор, если вы прям так хочется, но это вы можете, кстати, и сами сделать, на депревью есть выложены все эти, на мишени сфотографированы, и можете посравнивать, сколько вам влезет, и довольно сложно сейчас уже сказать, на какую камеру что снят. Мы проводили эти тесты слепые много раз, предлагали людям определить, где каким фотоаппаратом все сфотографировано. Это у нас было еще, я помню, первая такая сравниловка, когда XE1 была, только появилась камера XE1, и мы сравнили ее с 5D Mark III и с Nikon D800, и все были с топовой оптикой, на 5D Mark III были эличные объективы, фиксы, у Nikon тоже были объективы хорошие, там тоже фиксы были, ну и, соответственно, у Fuji было тогда только три фикс-объектива, и с ними сравнивали, и делали слепое сравнение, и большинство людей не понимали, где на что снято. И узнавали только по углам зрения, которые, ну, естественно, объективы не совпадают, поэтому по углам зрения могли сказать. Поэтому, на мой взгляд, какой-то такой острой необходимости покупать фулл-фрейм из-за того, что вы увидите лучшую картинку, на мой взгляд, нет. Я могу защищать эту свою позицию довольно долго, и поэтому вы меня здесь не поколебете в этом направлении, потому что я сам проводил эти слепые тесты и предлагал многим людям посмотреть. И, опять же, хотите, сейчас откроем дипревью и там прям посмотрим. Динамический диапазон. Ну, тоже возникает такое ощущение, что, ну, вот это маленькая матрица, а вот есть большая матрица. Ну, давайте тоже посмотрим, есть сайты, которые замеряют динамический диапазон в зависимости от ISO. Вот мы сравниваем тот же самый топовый 1DX Mark III, да, сравниваем, ну, на всякий случай еще, довольно неплохой Canon LSR, на мой взгляд, довольно удачная камера с полным кадром, которая аналогом является полным по начинке A5D Mark IV, который до сих пор в строю, считается, там, эталоном такого профессионального фотоаппарата для многих людей. Ну, вот можно сравнивать, можно увидеть, да, что динамический диапазон, если в начале, там, где-то в районе ISO 100, поскольку здесь нативный ISO 160, да, в районе ISO 100, там, будет что-то такое не очень, а вот начиная, там, да, с ISO, там, чуть больше 400, мы видим, да, что Fuji держится лучше, чем полнокадровые фотоаппараты именно вот это, да, если вы не верите, опять же, можете открыть сайт и там все это посмотреть. То есть это я не из головы выдумал эти графики, не я их придумал, вы можете их сами увидеть и посмотреть, и сравнивать с другими камерами тоже можно. довольно интересная тема такая, сравнение. Ну, и скорострельность. Берем Fuji, опять же, то же самое X-T4, и сравниваем его, опять же, с флагманом Canon, да, и можем сравнить. Я, по крайней мере, могу себе это позволить сравнивать, да, потому что я пробовал снимать на все эти камеры, я смотрю и вижу, что Fuji снимает с механическим затвором, 15 кадров в секунду, а с тем же самым механическим затвором и зеркалом Canon, единичка, последняя, да, насколько я знаю, последнего поколения, она снимает 16 кадров в секунду, то есть выигрывает одну кадр в секунду, один кадр в секунду. При этом это все с экспозамером, с работающим автофокусом следящим, да, это все работает и там, и там. И вот, опять же, говорят, ну, есть же возможность снимать в режиме Live View 20 кадров в секунду, тогда дает нам единичка Canon. Да, прекрасно, то же самое это с электронным затвором дает нам Fuji, те же самые 20 кадров в секунду. И, мало того, если мы сделаем еще небольшой кроп, ну, кроп от кропа, да, то есть, может, конечно, меньше у нас картинка, 1,25 там, кроп или 1,29, не помню, да, поправят меня сейчас, какой-то небольшой такой кроп, то камера может снимать до 30 кадров в секунду с работающим автофокусом. Ну, 30 кадров в секунду для спортивного фоторепортажника, это очень-очень круто, и, на мой взгляд, это очень здорово. И пока вот аналогов таких вот, да, чтобы прямо сказать, вот вы знаете, вот есть такая камера, которая снимает там быстрее, лучше, круче, мне так на ум ничего не приходит, возможно, что-то у Sony есть какие-то, я просто, к сожалению, не помню, что там последнее было, какие характеристики, может быть, что-то у Sony там есть близкое к этому, но, опять же, если вы спортивный репортажный фотограф, да, если вы любите снимать дикую природу, каких-то птиц, и вы не хотите таскать вот такую большую бандуру, то, мне кажется, вполне очевидный выбор. Но я никому не навязываю, можете самостоятельно попробовать посмотреть, как все это работает самостоятельно. Вот, ну а зато мы видим, да, что по размерам, да, у нас Fujifilm занимает все-таки довольно компактный размер и нормальный вес, да, и это нормальная камера, которая вполне нормально занимает место, это нездоровенный фотоаппарат. И если сравнить с компанией Sony очень часто любят сравнить, то там же вот есть такие модели, которые вот они при том же самом размере, они такие же по размеру, но матриц там больше. Ну, вы понимаете, да, что за все надо платить, да, и если мы присоединяем объектив, то тут выясняется, что, да, с объективами все уже не так радужно. Хотя, может быть, там, по размеру корпуса-то все это было бы и нормально, но не все так просто. И люди говорят, ну, наверное, разницы все-таки нет никакой, все-таки там не очень, это было, кстати, недавно такое обсуждение, там, на ютюбе как раз, да, схлестнулся с одним товарищем, он говорит, ну, я не вижу разницы, там, все-таки для полного кадра объективы, которые есть, они не сильно больше, чем объективы, которые есть для кропа, зачем мне тогда нужен вообще там кроп, типа он говорит. Ну, я говорю, позвольте, ну, вот смотрите, вот, 405 грамм объектив для кропнутой камеры и с такими же характеристиками объектив для полного кадра весит почти, там, в два с лишним раза больше, да, и стоит, сами видите, да, сколько. Поэтому, на мой взгляд, разница очевидна. То есть, я всячески обеими руками и ногами за кроп, я давно снимаю на кропе, поэтому я считаю, что полный кадр – это то, что должно рано или поздно нас покинуть, потому что не вижу вообще никаких объективных причин сейчас покупать полно кадровый фотоаппарат. Кто-то там спрашивал, а насколько он хуже, чем Z6, Z7, вот, кто-то, Ерохин Надежда спрашивал. Вопрос звучит, как сейчас вот ныне, присно памятный этот вопрос. Скажите, пожалуйста, вы перестали пить коньяк по утрам? И этот вопрос, который очень многим сейчас уже знаком, да, по недавним этим выступлениям, да, и, надежда, вопрос неправильный, некорректный, да, и что значит, насколько хуже. Это аппараты, которые находятся немножко в разных категориях. Если вы хотите снимать в студию, то, конечно, Z7 будет лучше, потому что там больше детализации, да, и при этом камера Z7, которая Nikon, она вполне хороша, и она справляется со своими задачами, и сказать, что она прям лучше или хуже нельзя. Она просто для других задач. Все-таки X-T4 это камера, которая находится где-то посередине между видео и фото, и при этом дает вам очень хорошее фото, как я уже показал, да, с хорошим динамическим диапазоном, который лучше, чем многие там репортажные топовые камеры, с очень высокой скорострельностью, с хорошим автофокусом, который прекрасно работает, да, с имитациями фирменными цветов, со встроенным стабилизатором, который здесь есть, матричный стабилизатор, который поддерживает довольно большую степень как раз возможности снимать там с рук без штатива и так далее, там подобное. И это камера, которая еще плюс дает вам возможность хорошо снимать видео. И при этом все это в компактном корпусе, при этом все в вполне нормальном размере, да, это нездоровенный монстр, это нездоровенная штука. Вот. И задача у него такая, чтобы вы вышли в поле и быстро что-то снимали, какие-то скоростные вещи, да, может быть там захотелось, если вам красиво снять пейзаж, ну снимите пейзаж, вполне хватит 26 мегапикселей, чтобы сделать хороший пейзажный кадр. Вот. А если вам нужно идти в студию, то, конечно, там, да, будет Z7 в чем-то лучше, потому что он имеет большую детализацию, он имеет там базовый ISO 64, да, и сможет вам в студии лучше раскрыться. Вот. Но цена у него, наверное, другая. Я так подозреваю, я не помню сейчас уже современных цен. Я стараюсь не заглядывать в современные ценники, потому что они меня уже стали сильно нервировать. И поэтому да. Вот. И... Да, действительно, GFX будет камера для студийных даже еще лучше. Притом ценники, которые сейчас на него стоит, на GFX, я считаю, что если вы снимаете в студии, если вам нужна высокая детализация, если вы снимаете вещи, которые требуют высокого качества изображения, то тут у вас вообще альтернатив нет. То есть я бы даже не рассматривал не Sony четвертую, а 7R четвертую, да, не рассматривал бы Z7 второго поколения, потому что поработав с заказами, которые вот требуют высокого, высокой детализации, я понимаю, зачем нужна большая матрица, я понимаю, зачем нужна большая оптика, чтобы когда у меня по краям было изображение качественное, это дает мне только вот среднеформатная камера, да. К сожалению, 35-мм фотоаппарат, даже там будучи 60-ти с лишним мегапиксельным, как у Sony по краям, дает мне картиночку недостаточно хорошую, чтобы я мог весь кадр, этот все 60-ти с лишним мегапикселей задействовать себе в работу, к сожалению. Поэтому хошь-не хошь, а надо уходить куда-то в более крупные камеры. Ну вот такая тема, если говорить про фотоаппарат, который у нас здесь представлен, я считаю, что в принципе, по большому счету, основное вы и так уже знаете, основное вы и так уже представляете, то есть такие как бы хайлайты, как сказать, что самое основное здесь, это эргономика Fujifilm, которая привычна для тех, кто пользуется Fujifilm, которая привычна для тех, кто использует старые фотоаппараты, он привык к ним, да, и это действительно очень удобно, то есть когда ты начинаешь с этим снимать, ты понимаешь, что это действительно кайф, вот эта эргономика, она классная. Второй момент, фирменные имитации цветов, которые есть, пленочные имитации, которые есть в Fuji, которые еще добавляются новые, появляется там Eterno Bleach Bypass, и появилась, например, негативная имитация еще одной негативной пленки, то есть они постепенно появляются новые, и, кстати, вот имитация негативная, которая есть в негативной пленке, она мне показалась даже интереснее, чем мой любимец Classic Chrome, и я никогда не думал, что с Classic Chrome я куда-то уйду, но теперь я вижу, да, что есть альтернатива, на мой взгляд. Вот, и здесь IBIS, InBody Image Stabilized, то есть стабилизация матричная, которая на XH1, на камере, которая тоже имеет встроенной стабилизации, я снимал по 2 секунды с рук. Стас Васильев, человек-штатив, он не даст соврать, он снимал даже больше, он там выжимал, что-то, по-моему, около 4 секунд, но я так не могу. У него какие-то могучие крепкие руки, и у него получается, конечно, все нереально круто в плане съемки с рук, и он делал такие кадры, выкладывал, когда была презентация XH1, вот, и он прям снимал, при мне мы вместе ходили, он снимал до 4 секунд с рук. Ну, 2 секунды у меня получалось, вот, и 2 секунды, 1 секунда с рук без штатива получалось на XH1, и я думаю, что на этом фотоаппарате получится то же самое. Примерно те же самые характеристики, а если еще использовать стабилизированный, вот, объектив, то будет еще, я думаю, круче. Вот, это по поводу стабилизатора, ну и главная фишка, которая, на мой взгляд, сейчас стала развиваться активно в Fujifilm, это то, что он балансирует у нас на грани между фото и видео, и причем, на мой взгляд, баланс сейчас разумный. То, кто хочет серьезно снимать видео, он получит полный инструментарий. И кодеки, и битрейт, и возможность писать на внешние рекордеры, и возможность работать с имитациями пленок, и логи, и так далее, и там подобное, он все это получает. Тот, кто хочет снимать фото, он не уйдет обделенным, потому что иногда бывает, да, вот, какие-то камеры смещаются в сторону видео, да, те же самые Panasonic, они неощутимо, на мой взгляд, сместились в сторону видео. Снимать видео на них, конечно, это стал такой стандарт де-факто, многие люди перешли на эти камеры снимать видео, да, но снимать фото я бы не стал на Panasonic, ну, на мой взгляд, да, потому что фото там находится в таком загончике, да, а здесь нет, здесь получается хороший такой баланс. Вот мое мнение. Так, вот, давайте посмотрим. Наташа спрашивает вопрос. Столкнулась с тем, что при съемке в компьютере камеры Fujifilm программа Capture One не поддерживает половину функций Live View, доступной камерам других производителей. А какие функции она не поддерживает? Так, решена ли это проблема в X-T4? Ну, насколько я знаю, сейчас поддержка полноценная появилась в Capture One, тезеринг работает полноценно и, по идее, должно все хорошо работать. Вот, в Lightroom профили объективы для Fuji где брать? Нигде не брать, потому что Роман, Lightroom использует встроенные профили, то есть камера запихивает сама эти профили в файлы и Lightroom берет встроенную информацию, и поэтому никаких внешних таких там переключателей нет, она сама уже, камера записывает этот профиль и Lightroom самого подтягивает, самого использует, поэтому нигде не брать. Так, что-то автофокус, например, не поддерживается автофокус, это очень странно, потому что даже вот у меня был плагин, я к сожалению не могу вам сейчас показать, иначе у меня вся трансляция сломается, но плагин, который был под Lightroom, тезеринг, он позволял делать автофокус, то есть я кликал в нужное мне место и у меня снималось. Не думаю, что в Capture One сейчас сильно хуже реализовано, поэтому вот, и да, вот видите там, кто говорит, Алексей говорит, что в Capture One единственное, что не работает, это выбор пленки при съемке в HDR, какая-то такая довольно специфическая функция, которая недоступна. Вот, насколько я знаю, в Capture One сейчас просто все сделано так, что должно быть, как и должно быть, по уму, да, сделано как раз полноценный тезеринг, поэтому обновляйте, может быть, Capture One и смотрите, что там есть. Так, что тут слышно об обновленном приложении? Пока ничего не слышно, сегодня как раз задавал этот вопрос представителям Fujifilm, говорю, а переписали, потому что я сам знаю, это головная боль такая небольшая, есть по поводу подсоединения, по поводу подключения, по поводу работы этого мобильного приложения, я задавал как раз сегодня вопрос, зная, что вы будете меня спрашивать на эту тему, сказал, они сказали, да, мы знаем, что его нужно переписать, то, что оно должно быть заново сделано, мы знаем, но я в свое время был, меня приглашали в Японию, в штаб-квартиру Fujifilm, это было очень здорово, да, очень спасибо, что большое, что пригласили, я пообщался с теми людьми, которые там работают, и я вот тоже как наивный чукотский юноша сказал, а вот смотрите, у меня здесь есть вопрос, а вот не сделать ли вот нам вот эту штуку, а не добавить ли вот эту ерундистику. И просто мне очень понравился ответ, там, один из инженеров, он достал такое, знаете, вот как раньше были эти распечатки такие, бумага, которая вот сложена таким зигзагом, да, знаете, вот такие вот, раньше принтеры печатали, и вот он достал такую пачку этой бумаги, он ее прям взял за верх и сбросил на пол, и у него там вот такая рассыпалась целая эта самая здоровенная такая, и говорит, это список исправлений, которые мы должны внести в нашу технику. Мы находимся вот здесь, есть, вот, и дальше у нас там список, который мы знаем, что нам нужно поправить. То, что вы просите, это вот находится где-то вот здесь, у нас в списке это записано, но мы дойдем до этого постепенно, мы двигаемся. То есть, если бы мне кто-то рассказал, это вот как вот я сейчас вам рассказал, я бы не поверил, потому что у нас слишком очень картины это все выглядит, но я был просто своими глазами присутствовал, видел вот это все как раз отчаяние в глазах разработчиков, которые говорили, что там мы понимаем, мы знаем, но стоит, видимо, это в очереди, потому что я вижу, что регулярно происходит улучшение. То есть, я вижу, что постепенно это все дотачивается, выходят новые прошивки, в новых прошивках появляются новые функции, старые функции начинают работать быстрее. То есть, вот, по прошивкам, опять же, поправьте меня, если какой-нибудь другой производитель более регулярно выпускает прошивки и более как-то сильно меняет. Честно говоря, я не припомню. Может быть, кто-то и делает, опять же, я не буду врать, да, что, может быть, кто-то и делает с прошивками работу лучше, но на моей памяти такого нет. Вот, поэтому, да, возможно, какие-то вещи там что-то не работают и приложение, может быть, не очень удобное, но, ну, дорабатывают, допиливают, все сразу не получается, к сожалению. Вопрос спрашивает Алексей. При съемке в формате RAW какие настройки влияют на фотографию? При съемке в формате RAW влияется расширение только динамического диапазона. Только вот этот момент, который вы можете выставить, влияет на содержимое RAW файла. Все остальное не влияет на содержимое RAW файла. Вот большинство настроек, которые у вас есть в пункте Image Quality, в начале он идет, там, да, и там есть, вот, прям, можем включить и про этом пункт в меню пробежаться, чтобы сказать, какие не влияют. Практически ничто не влияет. Причем расширение динамического диапазона тоже влияет довольно непрямым способом, сейчас я расскажу. Так, меню, меню включусь. Вот, Image Size не влияет на содержимое RAW. Image Quality не влияет, ну, то есть, если вы выбрали RAW здесь, да, то никак у вас не влияет, да. RAW Recording тоже никак не влияет. Дальше, Film Simulation на содержимое RAW файла не влияет. Grain Effect не влияет. Color Chrome Effect не влияет. Color Chrome FX Blue не влияет. White Balance не влияет. Тональная кривая не влияет. Цвет, Sharpness, High ISO Noise Reduction не влияет. Clarity не влияет. Длительная экспозиция при длительной экспозиции влияет или не влияет. На RAW файл, честно говоря, не скажу, врать не буду, скорее всего, не влияет. Lens Modulation не влияет. Color Space не влияет. Все. Все пункты меню и Замычка файл не влияют. Квальти не влияют, кроме Dynamic Range. Динамик Range влияет. Дело в том, что расширение динамического диапазона у Fuji реализовано хитрым способом. Ну, в принципе, она у всех реализована хитрым способом. Нет таких производителей, которые бы реализовывали его каким-то нехитрым способом. Все хитрым способом. Как это реализовано на Fuji Film? Многие люди, кстати, задают вопрос, там, про нативное ISO, например, спрашивают, да, про работу динамического, расширение динамического диапазона. Много таких вопросов есть. Вот я сейчас про это расскажу. Вы не спрашивали, но я расскажу. Но я отвечу все равно. Вот. Дело в том, что если вы ставите расширение динамического диапазона, принудительно какую-то величину, ну, например, там, 400 ставите, да, или что-то еще, да, то камера, например, вот в этом, да, у него нативный ISO 160. Это базовый ISO, который есть у этого сенсора, у этой матрицы, насколько я знаю, да, и оно является основным, от него идет печка, полипляшется, да. Вот. И, соответственно, камера, когда вы поставите расширение динамического диапазона 400, она будет снимать на 160 ISO, но вам будет говорить, что снимает на 640. То есть она вам будет говорить, что она снимает на ISO на две ступени выше, чем то, что вы выставили. И, соответственно, вы будете настраивать параметры, ну, то есть выдержку будете настраивать, диафрагму, чтобы у вас не получился пересвеченный кадр, исходя из того, что у вас типа минимальное ISO, которое камера только может вообще включить, оно там 640. И вы настраиваете, исходя из этого. В результате камера хитрит, снимает на ISO 160, снимает на две ступени недоэкспонированный кадр. То есть фотографии, если бы мы могли заглянуть в тот RAW, который она сняла, и посмотреть, что же она там сфотографировала, мы бы увидели, что там тёмная на две ступени недоэкспонированная фотография. И тем самым вот этим недоэкспонированием камера спасает цвета. Яркие светлые области, она спасает, и выбитости в светах нет. Светлые области оказываются хорошо проработаны. Потом она нам не показывает эту тёмную фотографию, а просто берёт и на две ступени поднимает тень. Тень делает светлее. То есть внутри программное обеспечение, внутри фотоаппарата поднимает тень, и средние тона на две ступени делает ярче, и мы видим картиночку нормальной. И нам кажется, о, классно, смотрите, как классно, фотоаппарат спас нам светлые области, они оказались хорошо проработаны, спас нам тёмные области, тёмные области тоже оказались хорошо проработаны. Мы говорим, динамический диапазон расширился, всё круто, говорим. Но за счёт чего? За счёт того, что из тёмного файла он вытягивал фотоаппарат, программное обеспечение, вытягивало тени. Когда вытягивается тень, и там появляются шумы, к сожалению, тут чудес не бывает, и поэтому при расширении динамического диапазона, при включённой этой функции, у вас будут более шумные тени. Причём они будут более шумные, если вы эти RAW принесёте потом в RAW-конвертер, потому что для RAW-конвертера происходит следующее. RAW-конвертер получает такой файл, который снят с расширения динамического диапазона. Тот же самый Lightroom или Capture One, неважно. Он получает кадр, кадр тёмный, на две ступени, недоэкспонированный, но в нём есть пометка, в этом RAW-файле есть пометка. Это снято на хитром режиме расширения динамического диапазона. Нужно тени высветлять. Ну и Lightroom берёт и тени высветляет, да, и вам показывает картиночку. На чём он высветляет, кстати, хуже, чем это делает фотоаппарат. Ну, программное обеспечение, которое есть у Lightroom, работает хуже, чем встроенное программное обеспечение, поэтому кадры, снятые с расширения динамического диапазона, шумят в тенях сильнее, чем кадры, которые сняты без этого, без этой функции. Потому что, когда вы будете снимать правильно, вы будете, ну, то есть без вот этого расширения динамического диапазона, то у вас будет происходить правильная экспозиция, да, не будет недодержки. А вы знаете, что недодержка в современной цифровой фотографии – это страшное зло. Лучше передержать, чем не додержать. Этот факт, который для многих людей является тоже откровением. Вот теперь я, может быть, вам это сказал, да, в современной цифровой фотографии лучше делать кадры экспозицию чуть ярче, чем чуть темнее. Потому что когда вы будете делать чуть темнее, вы получаете страшные шумные тени. А когда вы делаете чуть светлее, используя запас информации в RAW, вы можете это вытянуть. Ну вот, ответил на ваш вопрос первый. Настройка камеры, влияющая на фотографию в формате RAW. Сказал, только динамический диапазон, и то не напрямую. Так, вопрос 2. Есть потери качества при выборе функции фотоаппарата сжатия в RAW без потери? Нет, потери качества нет, потому что написано же сжатие без потери. Этот сжатие без потери, это сжатие работает как zip или как rar. То есть он берет ваш файл, RAW файл, уменьшает в размерах за счет того, что он как архиватор работает. И есть потери только во времени работы. То есть если у вас там один кадр, то вы ничего не заметите. Если два кадра, вы тоже ничего не заметите. А если у вас, допустим, тысяча кадров с фотосессии, то открытие этих тысячи кадров будет происходить медленнее, если у вас стоит lossless compressed в настройках RAW файла, потому что там работает, ну, типа архиватора. И поэтому любому RAW конвертеру, чтобы посмотреть этот RAW, нужно сначала его разархивировать, а потом уже вам показывать. То есть это будет медленнее. В случае с одним кадром это никакой разницы нет. В случае с большим количеством кадров это может быть заметно. Вот. Какое все-таки нативное ISO? Вот. Нативное ISO 160. У Fujifilm 160. Почему? Возникла цифра 640. Честно говоря, я не знаю, откуда она взялась. У XT4 и XT3 в этом плане 160 нативное ISO. У XT2 200 нативное ISO. Взялось вот это то, что там более высокое какое-то нативное ISO, взялось из-за того, что как раз, вот я говорил, да, вот многие люди начинают снимать с расширения динамического диапазона, и там им камера не дает снимать с ISO меньшим. Но она хитрит. Она просто хитрит. Ну как она, не она, конечно, не хитрит. Камера-то бесхитростная, хитрят инженеры, которые придумали такую хитрую систему. Вот. И на каком ISO самый широкий динамический диапазон? На минимальном ISO. Мы это видим по графикам. Вот. Если мы откроем эти графики и посмотрим на них, то мы увидим, да, что самый широкий динамический диапазон на ISO 160. Вот. Ну, есть, правда, еще один пик, который тут присутствует на ISO, что-то там. Но это уже надо спрашивать, как они мерили, и что они мерили, и зачем это мерили. Да, ISO 640 появляется не только в F-Log. Оно появляется у вас, когда вы ставите расширение динамического диапазона 400%, и там у вас получается камера, типа, если у вас ISO какой-то стоит другой, он просто не дает вам включить это расширение динамического диапазона. То же самое в F-Log. Абсолютно то же самое. Работает, скорее всего, абсолютно такая же, тупо такая же система, которая точно так же берет и недоэкспонирует кадр, вытягивая потом теми, программный способ. Скорее всего, все то же самое происходит. Вот. То есть тут на самом деле такое вот. Поэтому, если вы хотите самый широкий динамический диапазон, то ставьте минимальное значение ISO. Тут вариантов особо нет. Вот графики, которые я вам показывал, говорят нам, что ровно о том же сам. Так, дальше. Привет. Такой вопрос. У X-T4 на борту 26 мегапикселей. Что немного по современным меркам. Почему немного? Вот у Nikon D6 20 мегапикселей. Это немного по современным меркам. А у X-T4 26 мегапикселей для флагмана крупной камеры. Это вполне нормальное количество. Сколько вы хотите? 32 мегапикселя? 64? Я вам так скажу, что на самом деле есть вот такие два момента, которые мы можем сопоставить, чтобы понять, какое должно быть разрешение фотоаппарата, чтобы нам его хватало для всех целей. Первый момент, который мы можем здесь понять, это комфортное расстояние, с которым мы разглядываем изображение. Дело в том, что мы можем подходить и вблизи рассматривать картинки любые, увидеть супердетализацию. Но если мы будем смотреть на любое изображение вблизи, мы не сможем увидеть изображение целиком. Значит, если мы хотим увидеть изображение целиком, мы должны отойти на какое-то расстояние. Ну, все понимают, да, этот момент. Это расстояние довольно легко вычисляется из возможности нашего зрения. Мы понимаем, что чтобы нам комфортно целиком воспринимать изображение, нам нужно отойти как минимум на диагональ этого изображения. Это физиология, которая у нас заложена в человеческом зрении. То есть мы должны отойти, вот у нас, допустим, там мониторный телевизор 42 дюйма, к примеру. Я не знаю, сколько вы там представим, 42 дюйма. Значит, мне, чтобы комфортно видеть телевизор, нужно отойти от него на расстояние 42 дюйма. Это такое расстояние, с которого я буду уже комфортно смотреть на этот телевизор, но лучше еще дальше. Это первый параметр, который мы узнаем. Второй параметр, который мы узнаем, это острота человеческого зрения, который тоже вполне понятный, известный, и мы знаем, что у человека есть возможность разглядеть какие-то детали. Вблизи больше деталей, вдали меньше деталей мы видим. Если эти два параметра мы сопоставим, то детализация, которой нам будет достаточно, она будет лежать в диапазоне 24-25 мегапикселей. То есть 24 мегапикселя – это такая величина, которой нам хватит для печати изображения любого размера. Вот любого. Хотите на почтовую марку, хотите его напечатать там А4, А3, А0 размером с дом, вот все равно какого, 25 мегапикселей, 24 мегапикселя, вам хватит вот так. Потому что вы воздете, допустим, GFX, к примеру, у которого там 102 мегапикселя, напечатаете размером с дом, отойдете на диагональ этого изображения, ну хорошо, на высоту дома, да, упростим, задачу для простоты. Отойдете на высоту этого дома, отошли от него, стоите, смотрите, и ваши глаза не способны различать более мелкие детали, которые там есть. Вы их просто не видите. Ну так же, как вот отошел человек далеко, вы не видите, например, да, есть у нее родинка над губой или нет. Вы не можете это увидеть, потому что ваши глаза не способны с большого расстояния разглядеть эти мелкие детали. То же самое, отошли от дома, вы не видите, подошли, о, да, действительно, тут детали есть, классно, видим, да, там какие-то мелкие, но целиком картинка уже не видится. То есть вот вопрос по поводу 26 мегапикселей, что немного по современным меркам, это вполне достаточно для любых задач и по современным меркам. То есть если так говорить, да. А дальше уже дополнительные мегапиксели, которые делают производители, а, гонка мегапикселей, б, это сугубо технологические вещи. То есть зачем GFX-у так много мегапикселей? Я вам отвечу, есть два ответа. Первый ответ, как бы заказчики-то не увидели, но ладно, будем надеяться, что они не подсматривают. Это предварь заказчиков, назовем так, да, то есть они хотят, чтобы у них исходный материал был большого размера. Вот они хотят, да, это не рациональная хотелка, которая никак ничем не объясняется. У них есть какие-то внутренние представления о том, что такое круто, а что такое не круто, то есть желтые штаны три раза ку, да, вот, соответственно, они представляют себе, что если у них будет исходный файл, там, 10 тысяч пикселей по горизонтали, то типа у них будет часть и материал, который они, там, рекламный получат, будет прекрасен. То есть это вот такой вот первый такой запрос, да, который есть, когда я делаю какую-то коммерческую работу, мне присылают теперь вот все время техническое задание и прям пишут, что исходные файлы должны быть не меньше, там, ну, раньше было, там, год назад было не меньше 8 тысяч пикселей по длинной стороне, теперь хотят все не меньше 10 тысяч пикселей по длинной стороне. Соответственно, вариантов у меня особенных нет. Что мне нужно брать? У меня нет большого количества, там, знаете, вот, разносолов, фотоаппаратов, которые я могу взять. Это хотят так заказчики. Почему они так хотят? Я их могу понять, потому что они получают картиночку, которая 10 тысяч пикселей по длинной стороне, и 8 тысяч, там, по короткой стороне, получают такой плакат после всех, там, доработок, обработок, получают такую здоровенную картинку, а потом начинают ее неистово резать. Они говорят, вот эту мы нарежем длинную, мы поставим это на сайт, да, понимаете, да, они возьмут эти 10 тысяч пикселей, уменьшат до размера сайта, там, да, Full HD, как правило, да, но мы сделаем такой, вырежем здесь, а здесь мы вырежем вот такой фрагментик, а здесь этого снимка вырежем вот так, а здесь мы вот так перекадрируем, а из этого мы вырежем вот это и разместим это там, а это там. Они берут одну работу, режут ее на составные части и потом размещают везде и всюду на сайтах, да, в Инстаграме, да, понятное дело, что им не нужны эти все 102 мегапикселя, но зато они получают исходную работу, которую они могут потом нарезать, как хотят. Вот, собственно говоря, из-за чего все эти мегапиксели нужны. И имеют там 32 мегапикселя на борту, это, по сути, вам нужно для того, чтобы вы могли там что-то кропить. Но это не спасет отца русской демократии из серии, если вы пойдете делать какую-то коммерческую серьезную работу, вам все равно скажут, что 32 мегапикселя, а, нет, ну это типа, ну типа, нет, давайте что-нибудь, вот, и поэтому 26 по современным меркам, это нормально, это нормально для любой съемки, кроме заказчиков. С какого расстояния нужно смотреть на лист А1, чтобы глаз не различил 26 мегапикселей, например, 50 мегапикселей? Вот я и говорю, что если вы будете смотреть с расстояния комфортного разглядывания, лист А1, диагональ А1, отойдете вот от этого, диагональ А1, вы не различите разницу между 21 мегапиксель, в смысле 26 мегапикселей и 50 мегапикселей, глаз человеческий не способен увидеть эти детали. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Хотя даже не дочитал его, но ответил правильно. Дальше, следующий вопрос. Есть ли сейчас на рынке камеры без функций видео вообще для тех, кому видео неинтересно с режимом брейксинг не только по экспозиции, отображением дистанции фокусировки? Я думаю, что вам имеет смысл присмотреться к камерам Leica. Предполагаю, что, наверное, M-серия Leica жива и живее всех живых, и предполагаю, опять же, я не знаю точно, предполагаю, что с видео там все не очень. Предполагаю, что туда надо. Вот Nikon DF. Да, Nikon DF, пожалуйста. Сейчас, кстати, ходят слухи, какие циркулируют, что будет что-то новое. Ретро Nikon. Тема не дает покоя, вот дизайн красивый не дает покоя. Пальцем глядя в видоискатель можно? Можно фокусировать, сводя по экрану? Да, можно. Есть такая функция, и вы можете ее настраивать. Какая зона вашего экрана будет задействована в тачскрине, когда вы смотрите в видоискатель и крутите пальцем, двигая фокус? Да, это есть. В чем вы можете? Ту зону, всю зону настраивать? Да, у XT4 есть брейксинг по фокусу, да, есть. Так, здравствуйте. Есть ли опыт работы со спидбустером и прочими адаптерами? То поделитесь, какие настройки лезть, чтобы можно было гибко настраивать сторонние стекла? У вас есть настройка для сторонних стекол. Прямо отдельно есть такой пункт у Fujifilm, и там есть очень много настроек. Вы можете настраивать винетирование, вы можете настраивать там что-то еще там какие-то. Короче, вот куча всяких разных настроек есть, и вы можете их действительно настраивать, и это все вполне доступно в настройке прямо в меню. И лензы, это такая есть настройка. Где это было, честно говоря, сейчас я сходу не скажу, потому что вот, и вот, да, Mount Adapter Settings. И вы заходите сюда, это прям Image Quality в самый нижний пункт. Вот, и там у вас есть куча всяких разных настроек, вы можете указывать фокусное расстояние, вы можете Distortion, коррекцию Distortion делать, вы можете даже цвета, цвета, причем цвета вы можете корректировать по разным углам. То есть если у вас вдруг объектив какой-то кривоватый, и он в одном углу краснит, вы можете красноту эту снять в одном углу. Вот, и можете винетирование редактировать. Такая функция сейчас появилась. Раньше было просто на ранних моделях Fujifilm, это раздел меню, он предлагал вам просто указывать в экзифе, и прописывать просто информацию по фокусному расстоянию, и все. А сейчас появились большие настройки, больше возможностей. Будут ли обзоры по другим брендам? Ну, если вы будете голосовать, если вам понравилось то, что я сейчас здесь провел, то почему бы и нет, мы можем устроить по-любому, мы можем даже устраивать какие-то баттлы, битвы, мы можем устраивать какие-то сравнения, все в наших руках. Дальше. Как правильно зафиксировать фокус в режиме автофокуса S, а потом через iPhone сохранить его при переходе что? Очень сложный вопрос, Серхио спросил. Зафиксировать фокус в режиме фокуса так, а потом через iPhone сохранить его при переходе в режим мануального фокуса M. Ну, то есть я так понимаю, что человек говорит, что мне нужно на что-то навестись, а потом я выключаю в мануальный режим. Ну, пожалуйста, вот я переключу все. Ну, честно говоря, может быть, я не понял вопрос, вы наводитесь автофокусом сначала, да, потом выключаете этим маленьким рычажком в положении M, и фокус у вас остается на том месте, куда вы навелись. Все, вроде каких-то колебаний или каких-то изменений, там, трепыханий фокуса я не видел, да, поэтому сказать, что теперь вот я нажимаю на кнопку, спуска на поле, ничего не происходит, я думаю, что это, пожалуй, все, что можно сделать. Я так пользовался, по крайней мере, когда автопортрет снимаешь, делаешь так. Так, что со спортивной съемкой дикой природы? Ну, все прекрасно. У Fuji только один объектив 100-400 с фокусом до 400. Так, насколько хорош следящий автофокус? Ну, в сравнении с A9-2 я не могу сказать, потому что я не сравнил их в полевых условиях, но я снимал точно вот как раз на тот дорогущий, который вы сказали, XF200 с постоянной святой силой 2, я снимал автомобильные соревнования, и все было очень здорово. И я снимал на 100-400 с фокусным расстоянием 400, снимал автогонки в Лимане. И не знаю, насколько это дикая природа, насколько это спорт. Количество кадров, которые были со следящим фокусе в фокусе, меня просто поразило, там брака было вообще меньше 5%. Я это, по-моему, в блоге про это писал, выкладывал и показывал картинки, как это все снимает, все очень круто. Но машины довольно быстро едут в Лимане. И они, конечно, это не дикая природа, но вполне себе спорт. Вполне себе очень круто, и проблем у меня с этим не было. Автофокус следящий работает, на мой взгляд, очень хорошо. То есть вот то, что я могу сказать, сейчас он работает прекрасно. Так, да, раньше были там на более ранних моделях, были к нему придет, сейчас нет. Так, X-A4 умеет ловить студийную съемку по Wi-Fi? Умеет, но по Wi-Fi работает медленно, на мой взгляд. И я предпочитаю студийную съемку по шнурку делать. По шнурку вполне нормально снимает. Вот. Через провод у меня нормально снимает, и тут уже... Да, я с Wi-Fi не подружился так. Так и не подружился. У меня не получилось. Но, возможно, это проблема моих кривых ручек. Потому что как только я вижу большое количество настроек, меня сразу это вводит в грусть. Так, при экшн-съемке со вспышками камера снимает очень медленно. Хотя, сняв синхрон, снимает очень быстро. Вспышки поддерживают себе съемку сериями, стоят в мануале. Как бы сделать так, чтобы камера со вспышками снимала так же быстро, как без вспышек. А у вас что стоит в настройках вспышки? Может быть, надо поставить в настройках вспышки тоже мануал? Может быть, какой-то такой попробовать режим или command, например, попробовать. Мануал, наверное, будет параллельный. Не знаю, Сергей, насколько там. Надо смотреть, ковыряться с настройками, пробовать разные варианты настройок. Возможно, там TTL стоит, и он что-то еще меряет, пытается делать предспых или что-то еще делать из-за этого тормоза, может быть. Чем отличается четкость от резкости при обработке фоторедактора? Это очень странный вопрос. Какой фоторедактор мы берем, во-первых? Во-вторых, четкость и резкость в русском языке с точки зрения обработки – это синонимы. Четкость – это с кепкой, да, подсказывает администратор Михаил. То есть четенькие ребята, они с кепками. И поэтому четкость измеряется другими какими-то моментами. Я, насколько я понимаю, это, скорее всего, синонимы, но подозреваю, что имеется в виду clarity и подозревается в виду sharpness. То есть мы говорим все-таки, давайте говорить правильно, let's speak right. Почему? Потому что, видите, переводы бывают довольно неприятные, к сожалению. И вот тогда у нас, получается, перевели синонимы. И четкость и резкость, видите, sharpness – это резкость, а clarity – это четкость. Значит, sharpness – это повышение контраста вдоль границ. И от границы отступается буквально один пиксель, как правило. Пиксель влево, пиксель вправо. Получается очень тоненькая такая колбаска, в которой повышается контраст. Яркое становится более ярким, темное становится более темным. Это так работает sharpness. Вообще во всех редакторах вы можете посмотреть. Unsharp mask в фотошопе. Вы можете посмотреть в других редакторах. Все примерно точно так же работает. Дальше, что такое четкость? Четкость – clarity, если говорить, да, вот ясность, четкость, которая в английском языке как clarity, то там происходит то же самое. Находится граница между светлыми и темными частями, да, но только делается отступ не один пиксель влево, один пиксель вправо, а делается отступ там 10 пикселей влево, 10 пикселей вправо. Сколько пикселей? Это уже конкретно знают сами производители, сколько там делают они, да, и программного обеспечения. Я не знаю точно, 10, 15, 20 пикселей. Ну, короче, отступ делается большой. И плюс этот отступ делается с затухающими плавными краями. И вот в этой зоне уже повышается контраст. То есть это получается high-radius, low amount. Есть такой вот. В обработке термин he-law-ram, да? He-law, high-law. Да, вот это вот такой вот есть способ повышения ощущения, картинка становится более четкой. Она не становится более резкой, она становится, ну, по ощущениям, как бы более ясно, более четкой. Ну, это как раз результат работы Clarity. Вот. И по поводу этого у Андрея Журавлева есть огромное количество разных классов, и я уверен, что там есть класс по повышению резкости. Если я не ошибаюсь, то я попрошу сейчас вот администратора Михаила, может быть, найдет нам этот класс, если он есть, и сбросит нам ссылку, чтобы вы могли как раз разобраться, в чем разница и как все это работает. Я думаю, что у Андрея все это есть. Вот, да. High-radius, low amount. Абсолютно верно. Татьяна подсказывает, как это все хи-хи, ралу. Это вот как раз Clarity, по сути, да, собой представляет. Еще вопрос. Есть ли на сегодня все-таки разница между восприятием файлов Fuji, конвертерами Capture One и Lightroom? Я не вижу разницы. Люди, которые очень сильно любят Capture One, говорят, что разница есть, и она огромная. Честно говоря, на мой взгляд, это, по-моему, такая вещь, которая очень минимально имеет отличие. То есть, как только вы доходите до какого-то там задействованного всего инструментария, выясняется, что как только вы там знаете все эти входы-выходы, да, где чего нужно подкрутить, где чего нужно открутить, выясняется, что результат, который дает Capture One и который дает Lightroom, примерно неотличим друг от друга. Если, может быть, как-то делать в лоб, возможно, Capture One он будет давать чуть лучше, потому что, ну, он более качественно работает по умолчанию с резкостью, чуть-чуть более аккуратно, рендерит в плане детализации. Вот. А в остальном, мне кажется, что разницы какой-то серьезной нет. Как синхронизировать GPS-инфо с телефон? Вам нужно спейрить по Bluetooth и включить GPS в настройках, да, тогда будет. Вот. Повышение резкости, да, вот как раз спасибо, университет Михаил подбросил нам ссылочку на лайв-классы, и там вот есть как раз класс, который связан с повышением резкости, там все это, я думаю, будет рассказано. Будет ли продолжение H-серии? Не знаю, я не Оракул. Поскольку я не представитель Fujifilm, они мне не ставят свои производственные планы. вот, и вот, соответственно, так, стоит ETL, это, видимо, про вспышки мы опять вспоминается, да, что камера не дает поменять на мануал. Почему не дает поменять на мануал? Вот это вопрос. Потому что, по идее, вам нужно поставить мануальную вспышку. Попробуйте взять другую вспышку, поставить на ней мануал, и поставьте свою, что будет происходить. Она же у вас вспышка на мануале работает, да, и поэтому, возможно, что в этом кроется какая-то подстава. И, опять же, нужно понимать, что у вас за вспышка, и в каком она режиме работает. То есть, если она работает, например, High Speed Synchronization, то есть вот это HSS, то, возможно, да, что она будет требовать ETL. Возможно. То есть, возможно, это связано, и, возможно, с этим связаны как раз и тормоза. То есть, вы хотите снимать на очень коротких выдержках. Может быть, из-за этого. Для начала я вам рекомендую, что? Отказаться от High Speed Synchronization, если он есть. То есть, отказаться от ETL, попробовать в мануальном режиме, попробовать съемку именно, чтобы вспышка работала просто по центральному контакту, в мануальном режиме. Если по-прежнему будут сохраняться тормоза, значит, надо копать дальше. А первое, вот я бы сделал такие действия. Так, Татьяна, приложение Fuji X Weekly устанавливается на телефон. В нем выбираете свой Fuji, потом выбираете цветовой профиль, в нем есть дополнительные настроечные профили к тем, что есть камеры. Возможно. Честно говоря, я не смотрел этот Fuji X Weekly, поэтому ничего вам сказать про это не могу. Я по старинке пользуюсь тем, что есть у Fuji старая приложуха, которая у него была давным-давно. Камера реально настолько маленькая. Ну вот смотрите, вот моя рука, вот камера, вот две мои руки. И если я захочу спрятать камеру в руки, например, и никому не показывать, то я могу это попробовать сделать. И с небольшим объективом я могу попробовать как футболист прячет свое достоинство, спрятать камеру и вполне могу ее в своих руках спрятать. Насколько она маленькая, оценивайте сами. Но надо сказать, что рука у меня довольно большая. Есть ли у X-T4 искажения при электронном затворе? Есть. Rolling Shutter? Есть. К сожалению, есть. Так, я пытаюсь набросить изо всех сил. То есть вообще, уже все темы. Осталось только политику, но мы не можем. А больше я уже набросил на все, что только можно. Подскажите, с какими настройками вы обычно снимаете портреты в студии? Ну, на самом деле, все довольно просто. В студии, как правило, мы начинаем с закрытия диафрагмы. То есть диафрагма 8 – это первая настройка, которую я использую в студии. Вторая настройка, которую я использую, это низкая ISO, 160 или 200. Ставлю 1,125 секунды выдержку, чтобы мне попадать гарантированно в синхронизацию. А дальше ставлю формат RAW, отключаю динамический диапазон. Разумеется, он и не будет у меня никак включено, расширение динамического диапазона. И отключаю функцию предварительного просмотра экспозиции. Есть такая настройка, в экране находится она. Там отключается как раз этот предварительный просмотр, чтобы камера не показывала мне картинку темной. Потому что на таких настройках без импульса в студии, как правило, мало света, картинка получается темной, и поэтому это нужно обязательно отключить. Все, дальше снимаю. На самом деле, каких-то сильных настроек, таких специфичных, я не делаю. Почему? Потому что на формат RAW, как я уже сказал, все эти настройки из Image Quality вообще никак не влияют. То есть, вот эти резкость, четкость, все это там, цвета, имитации пленок, все это не влияет. Соответственно, больше ничего я не делаю. Все, по большому счету. Какое стекло для портретов использую? Мне очень нравится снимать на 16,55, 2,8. Мне получается очень красивая картинка, мне очень нравится, с постоянной светосилой, и я его чаще всего сейчас использую. То есть, даже фиксами не пользуюсь, но такая вот какая-то у меня блажь, потому что картинка, которая дает, мне он очень нравится на длинном конце, получается прекрасно для портретов. Мало того, какая-то у меня в последнее время тяга не закрывает сильно диафрагму, я даже ее, в смысле, не открывать, а даже закрываю сильнее. И поэтому чаще всего я использую для портретов, вот будете смеяться, 16,55, 2,8. А раньше снимал на 56, 1,2, и мне нравилось. Мне сейчас с удовольствием, если бы у меня он был там, скажем, под рукой, я бы на него снимал. Но поскольку 16,55 заменил все, под рукой он только, есть он один, и мне вполне его хватает. Вот действительно там в 95% случаев мне хватает 16,55, 2,8 для моих съемок. Вот, и там только 5% какие-то там требуют чего-то другого. А у нас будет еще отдельный стрим, который будет посвящен объективам. Вот там, я надеюсь, мы наснимаемся вдоволь, нафотографируемся, и там будет как раз разные объективы, мы договорились уже с компанией Fujifilm, они дадут нам целую коробочку прекрасных объективов, мы будем их ставить один за другим на фотоаппарат и пробовать снимать где чего, кто как снимает, какие дают картинки, какой там бакешечка, да, как там резкость, как там фокус. Мы будем это все пробовать, вот, и, соответственно, будем экспериментировать, поэтому оставайтесь с нами, и я думаю, что мы сделаем это интересно. Это первый момент. Второй момент, у вас есть купон на дополнительный, насколько я знаю, там, если меня поправят там старшие товарищи из администрации, купон на некоторую сумму денег, которая к вам придет, всем записавшись, которую вы можете потратить на курсы, которые у нас происходят регулярно, на любой курс, в том числе и на мои, которые там есть по основам фотографии, по основам фотографии практика, по портретной фотографии, можете потратить это туда. Также есть, вот видите, на 2000, до 27 июня целые 2000 рублей, да, есть такая подарочная штука. Также помните, да, что есть класс по настройкам, Fujifilm, там, где все пункты, меню, практически все я прошел, и про все из них рассказал, и рассказал, какие нужны, какие не нужны, на какие стоит обратить внимание, подробно это рассказал, и вот это тоже он сейчас продается с дикой скидкой. Все, что нужно, рекламную интеграцию, я сказал, вот, приходите к нам, вот, и смотрите, учитесь, образовывайтесь. Ну, еще какие-то вопросы, насколько портят картинку экстендер на два, на мой взгляд, практически незаметно. Ну что, давайте будем закругляться, дорогие друзья, вот, было радо всех вас увидеть, и все, я рассказал вам, показал то, что знал, вот, и по поводу, вон, на настройки там, быстро уже купил кто-то, большое спасибо вам, да, вот, ну и смотрите на здоровье, конечно, да, и изучайте, задавайте там уже вопросы, если что-то будет непонятно, вот, и увидимся с вами снова, приходите учиться, учитесь вместе с нами, и приходите на курсы, смотрите наши классы, ну и не болейте головой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok